Всем привет, ребята! Ну что, продолжаем изучать новую локацию и уже я натыкнулся на очередной бах при отображении клеток, которые ты захватил, когда ты заходишь в игру, к сожалению, не показывает, какие клетки захвачены. В общем, вот смотрите внимательно. Заходим опять же на локацию, можно кстати посмотреть сразу плюшки, посмотреть награды, кто на каком месте, да, вот мы сейчас 15-й идем, то есть кто, сколько, какая гильдия нафармила, в итоге это, я так понял, суммарный счет. В общем, заходим в локацию, мы сейчас посмотрим все нюансы. Вот моя гильдия на карте, она обозначается, и как видите, вот такой синенький, в углу вверху видно квадратик, красная точечка, это там где находимся. Вот это самый главный замок, который надо атаковать. Есть варианты закинуть в чат координаты, то есть это имперский замок, 10-й левел и его надо атаковать. Я сейчас вам покажу, как атаковать гильдию. Я уже практически ее добил, не знаю, посмотрим, хватит, не хватит нас времени, чтобы ее ушатать и как восстанавливать героя. В общем, баг, смотрите, у меня были захваченные клетки, сейчас их просто не видно. Для этого надо вам просто щелкать вокруг, чтобы видеть, где ваши клетки захвачены. Ну, это, конечно, печально. Визуальный баг, не знаю, но из-за этого реально не видно, где захвачены, кудой бежать, как бежать, ну вот реально печально. Прикиньте, вам придется вот эту всю карту вплоть до центра перещелкать. Ну, это реально песец, как по мне, это реально гон. Такс, поехали обратно. Вот замок у нас есть, у него есть 300 жизней. Это обычно, я не знаю, боты, не боты, скорее всего, боты. Вот видно 300, то есть это его жизнь. Уже 175-300, я уже немножко подбил. И, соответственно, сейчас вам покажу, как это делается. Закидываете команду. У вас идет расход. Вот видно, я создал три команды у меня есть. Сейчас я запущу сразу всех, чтобы они синхронно бегали. И покажу. Вот это раз, первая, вторая, третья. Сразу видно путь, куда она движется. То есть вы можете посмотреть, может поставите вот здесь флажок, избранное поставить. Вот у вас избранное будет. Сразу же эта цель отмечена. То есть вы можете отмечать себе, куда вам надо бежать. А это у нас команда. То есть 48 секунд, минута, грубо говоря, идет сюда. Соответственно, мы за это время теряем при нападении энергию, которую можно отрезать. Мы сейчас это не сможем сделать. Надо, чтобы команда добежала туда. В общем, бак визуальный. Реально печально, потому что, ну вы представляете, сколько надо будет, если у вас большая гильдия просмотреть. Надеюсь, это починят, либо его видно не будет. Ну, для меня эта локация реально говно. Не знаю, как для вас, но это просто печаль. На такое вот убить, ну это детский садик, честно скажу. Для битвы замков, реализация героев и всего. Вот так вот у нас происходит бой. Соответственно, первая команда отвоевала, вторая отвоевала. Возврат домой намного быстрее. И вот третья команда. Они сейчас возвращаются. Пока они возвращаются, есть такое вот письмо. Здесь вы можете посмотреть итоги боя. Когда он состоялся, нажимаете вот так. Видите, где там команда воевала. Заходим еще разок. Вот, итог боя. То есть, вот первая команда моя потеряла минус 4, его минус 16, у него уже 145. Минус 4, минус 16. То есть, таким вот образом, грубо говоря, мы их убиваем. И опять же, запускаем их обратно. Путь. Ну, тоже самое интересное, что не всегда нормально они запускаются еще. Пошли. Относительно центра, да, сколько у нас тут? Вот, имперский замок, да, он стоит в центре, вокруг гильдии. Ну, к нему прилично так. Я не знаю, сколько клеток. Ну, клеток 80, если я буду идти по прямой. Наверное, есть. То есть, соответственно, я не знаю. Самый, наверное, оптимальный вариант, это бежать чисто вперед и отвоевывать. За час, насколько я понял, плюс 25 аур, это восстановление за час. То есть, если вы будете все гильдии атаковать, ну, если все будут атаковать, чем больше вы очей набьете, тем лучше. То есть, восстановление данного замка 25 очей в час. Соответственно, вам надо нормально его дамажить. Вот, не знаю, дойдем мы до имперского замка, постараюсь дойти. Вот, у нас уже 145. Мы пока продвигаемся. Сейчас я еще этот бой вам покажу. То есть, я хочу захватить, посмотреть, захватит или не захватит. Что еще интересного? Ну, это количество ячей, которые вы можете захватить. Можно 2-го левела, 1-го левела. Давайте попробуем вот так вот сделать. Вот, все. Мы, насколько я понял, мы отказались от этой земли. И вот таким вот образом. Для того, чтобы захватить замок, вам обязательно к нему проложить, скажем так, дорожку. Без этого никак. Скорее всего, до центра тут как раз будет ровненько, четенько, если по прямой. 80 клеток. Можете, не будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Скорее всего, должно быть. Сейчас я вам покажу восстановление команды. Вот, третья команда у нас уже. Заходим вот сюда, нажимаем на команду. Что мы видим? Ну, если так нажмите, ничего не произойдет. Надо нажать на самого героя. То есть, нажимаете на героя. У вас высвечивается окошко. И у вас вот есть восстановить ему энергию. Да, плюс 10. У вас есть ресурсы. 161 тысяча. То есть, соответственно, вам надо захватывать ресурсы. Чем больше ресурсов вы захватите, тем еды именно, тем проще потом вам будет. Вот, для того, чтобы восстановить эту команду, у нас в общей сложности уйдет сейчас 42 тысячи. Подтвердить, соответственно, у меня общее количество уменьшилось. То есть, у нас стало 119 тысяч. То есть, надо захватывать поля, которые рядом. Это желательно делать, наверное, по прямой. Непосредственно двигаясь к цели. Такс. Вот, видите, команда полностью восстановлена. Что у нас в итоге получилось? 125. То есть, каждый заход минус 10 дает. То есть, таким образом, по сути, мы убиваем замок вражеский. Ну, скорее всего, насколько я думаю, это боты. Вот это вот реальные гильдии, а серые, это, скорее всего, боты. Не знаю, точно это так или не так. Но 3000 восстановления, 3000 восстановления в час. А тут 200. То есть, скорее всего, что именно так оно и есть. То есть, все в основном реальные живые гильдии. Они размещены вокруг. Ближе к центру там реально просто боты. Но будем пробовать сейчас завоевывать. Если башенка стоит, это, соответственно, ваш... Вот, видите, для того, чтобы сделать марш-бросок, все, у меня уже не хватает воды. Я уже, соответственно, не смогу никуда двигаться. Мне придется сейчас ждать, либо захватить какие-то водные ресурсы. Вода, как видите, дает плюс 150 в час. То есть, надо целенаправленно еще захватывать ресурсы. Если вы не будете их захватывать, соответственно, у вас, в принципе, 3000 восстановлений в час. Но очень большой шанс, чтобы... Ну, вы просто будете не успевать, если вы соло там бегаете в свои гильдии. Ну, таким вот образом захватываются замки. Что у нас получается? 3000... Да, надо захватывать воду. Вот, пишет, я не могу захватить данный ресурс, потому что рядом там команда будет. Так, тут 250. Видите, тоже есть разница. В зависимости от того... Не хватает мне. Сюда нам на 2700. То есть, таким вот образом мы пришли к тому, что мы потратили фактически всю полностью воду, а без воды мы передвигаться не можем. Что у нас еще интересного? Плюс 300, плюс 250, плюс 200, плюс 300. Точно так же, наверное, здесь есть три вида. 150, 200. 200, 300. Сейчас посмотрим, может где-то больше есть, но, наверное, вряд ли есть. Да, то есть, 100, 150, точнее 100. Сейчас еще разок пересмотрю все. 150. 150, 200, 300. Я меньше не вижу нигде. Сейчас ближе к центру пойдем посмотрим. 300, 300 в час. Ну, то есть, чем больше у вас гильдии, тем лучше, чем более она активная, тем быстрее вы это сделаете. Тем быстрее вы это захватите. Ну, то есть, это такое. Ну, локация чисто, я не знаю, сидеть здесь сутками, дротить. Ну, в принципе, у вас ресурсов на все гильдии, скорее всего, не хватит. То есть, тут нужна будет еще и тактика гильдийская. Если просто вы думаете, что вы в разброс будете бегать, ну, не знаю, так вряд ли получится. У меня вопрос, вот эти вот все ресурсы, это ресурсы каждого игрока или, потому что у меня мой аккаунт, я не могу зайти по своим аккаунтам, чтобы посмотреть. Напишите, кто бегает, ну, там, кто вдвоем бегает. Каким образом перераспределение у вас идет, это ресурсы общей гильдии или ресурсы каждого личного? Ну, то есть, каждого аккаунта. Ну, вот мы можем таким вот образом вокруг просто занимать клетки, чтобы было больше, надо чем побольше воды захватывать. Ну, соответственно, там вы теряете еду. То есть, не так все просто будет с ресурсами. Если сравнивать с нью-дауном, мне там все-таки побольше понравилось. Там было более интересно. 85. Видимо, кто-то с моих еще тоже атакует. Или это мои отвоевали? То есть, мы им фактически 2 третьих замка захватили. Все. Потом еще вам запишу видосик по захвату, думаю. В общем, такие вот нюансы, ребят. Ну, не знаю, как по мне, это дичь. Я уже сказал свое мнение, это просто говно-локация. Куча локаций, есть намного та же самая атака фартов, которая более реалистична и более интересна. Здесь это просто чисто убить время ни во что. Я не знаю, но это просто бредовая локация, как по мне. Да, ресурсы, да, плюхи, но битва замков сейчас не то время, где есть нормальный онлайн, где ребята будут координированно играть. Да, может будет дальше, это интересно, но я не знаю. Мое мнение, что это реально кал. Ну, причем конкретно. Потратили время и ресурсы ни на что. Есть реально куча других локаций, которые можно было реанимировать и сделать намного круче, намного лучше. Но, к сожалению, они этого не сделали. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok